Сляжем помирать будем. У меня вот на поясе ни печки нету, ничего. Ну, конечно, страшновато, конечно. Новость о том, что котлы в Красном Маяке могут остановить, взволновала всех людей, которые подключены к центральному отоплению, не менее беспокойной ситуации и представители социальных учреждений. Опасения, да, есть, что морозы мы встретим не во всеоружии, что тепла нам не хватит, и я вот работаю в социальном учреждении, в библиотеке, и нам просто страшно, что мы замерзнем. О проблеме с углем, вернее, о его отсутствии, как заявили в администрации поселка, узнали в последний момент. По их словам, коммунальщики поставили местное органство управления перед фактом. Однако краевое правительство такой ответ не устроил, как и межрайонную прокуратуру. Собственником данных котельных является администрация Терского сельсовета, вместе с этим полномочия по теплоснабжению переданы администрации Каннского района. Таким образом, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям не только коммунальщика Каннского района, как теплоснабжающая организация, также будет дана оценка действиям непосредственно собственника данных котельных администрации Терского сельсовета. К решению проблемы подключилась районная администрация совместно с краевым министерством ЖКХ. В качестве превентивной меры небольшой запас угля для поселка закупил племзавод «Красный маяк» в виде аванса за пользование отоплением. Дальнейший шаг – смена подрядчика. Уже в начале следующей недели в «Красный маяк» зайдет новая организация, которая ознакомится с системами теплоснабжения, а также документацией. Районные власти заявили, предыдущий подрядчик, объявивший себя банкротом, больше на их территории работать не будет.